Здравствуйте, меня зовут Наталья Гоцвей. Сегодня я вам проведу рум-тур в своей квартире. Как можно было сделать оранжевую ванну? Вот реально видно, что мужика нет в доме. Замшевая стена, это не странно. Спроси, почему у меня вот тут двери? И вот тут двери! Идеально чистая духовка, потому что я еще ни разу не включала ее. Для возбужденной фантазии у меня есть еще одна комната. 18 плюс. Это я первый раз села в это кресло. Оу, яаа. Вы же о рум-тур писали? Двенадцать часов. Знаешь, какой у меня рум-тур в квартире? Вот тут я сплю, вот тут мы снимаем доме смотрит сториз. Это моя квартира. Здесь 190 квадратных метров. Да! Коммуналка реально дорогая. Сколько в этом месяце платила? 4 500. Что? Что? Ого! Да. У меня квартира большая. Ты просто не знаешь, я тебе карту сброшу. Квартиры? Да! Кто не знает, с 2003 года я работала моделью в Нью-Йорке. Получала огромные гонорары. И все, что я зарабатывала, я вкладывала в недвижимость и в свою роскошную жизнь, которую я сейчас благополучно доживаю. С первого ремонта остался этот шикарный мраморный пол. Это очень дорого и очень богато. Это все было заказано в Италии. К этому всему еще были золотые стены и хрустальные люстры были через каждый метр. То есть здесь их было прям порядка шести-семи штук хрустальных люстр из, конечно же, венецианского хрусталя. Находясь в Нью-Йорке, у меня не было возможности контролировать ремонт. Мне было проще переводить деньги, и чтобы дизайнер на свое усмотрение делала все качественно. И, конечно, когда я приехала посмотреть квартиру, я просто до слез прослезилась от этой красоты. Ну, это богатство все было утилизировано. Я даже без понятия. Я вызвала новых ребят, показала им новый план, ну, как бы уже к профессиональному дизайнеру обратилась. И, конечно, ребята сделали, я считаю, очень красиво. Мне здесь комфортно. Значит, из старой жизни, назовем это так, здесь остался пол и оранжевая ванная. Я ее называю гормональный сбой номер два. У меня есть туфли гормональный сбой, а это который раньше. Ну, как можно было сделать оранжевую ванну? Так, здесь у меня разный хлам, то, чем я не пользуюсь. Ну, по сути, в принципе, поскольку я живу здесь одна, точнее, нахожусь, но теперь вы со мной. Для вас есть тоже полки для полотенца, если вам нужно, обращайтесь. Вот, но в целом у меня практически все полупустое, потому что я люблю, чтобы все было под рукой. Вот у меня умывание, тонизация. Вот я зашла и сразу... Это утренняя, это вечерняя, а это я чищу раз в неделю специальной пастой, которая очищает налет и чистит там. А я думала, у тебя мужик появился вообще, у тебя две зубные щетки. Я тоже, знаешь, я захожу каждое утро и сама себе верю, что у меня мужик появился. Вот реально видно, что мужика нет в доме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ламп перегоревших. Раз, два, три, четыре лампы горят. Я думаю, почему здесь так темно всегда? Ой, еще, конечно же, господи, мужской парфюм в наличии в доме, когда это тоже очень-очень возбуждает фантазию. Поэтому для возбужденной фантазии у меня есть еще одна комната, куда мы с вами не пойдем. Вот она здесь. Мы туда заходить не будем, но имейте в виду, если вы сильно меня попросите, я обязательно вам покажу, что там. 18 плюс. На протяжении всего карантина я проводила тренировки каждое утро в 10 часов 10 минут по киевскому времени. Со мной тренировался вот реально весь мир. Это реально спортом намоленное место. Если у вас глаз, порча, вы просто можете обратиться ко мне, прийти здесь посидеть. Оно просто вот поднимет все ваши чакры и всю энергию на... Я вот стою и меня реально пробирает. Ну, то есть это крутое место. Это вот мои дизайнерские тарелки, которые я увидела в каталоге у дизайнера, который мне предлагал ремонт. Но, конечно же, их было дорого и долго ждать, поэтому украинские мастера просто повторили этот шедевр. Я считаю, что они ничем не хуже. Они сделаны из состаренной меди. Я так понимаю, они просто сделали их из меди и искусственно состарили. Не знаю, как они вам. До этого, блин, поищу фотографии. Здесь было из мозаики, из Венеции опять-таки, выложен букет. Ну, то есть это вот такие микроскопические мозаики. Специальные ребята приезжали и это все собирали очень долго. Очень кропотливый труд. Ну, то есть здесь было полотно вот такое вот из мозаики называлось оно панно. Да. Стоило оно около 30 тысяч евро. Тогда я выехала из Троещины и мне хотелось всем показать, что у меня есть бабло. А потом просто разбивали и матерились и говорили, нихера не наклеили. Нет мужика, душевая кабина не работает, кляп стоит, запах жесть. Она просто, не знаю, что с ней, но, в общем, она не работает. Поэтому, если вы знаете, как это поремонтировать, пишите в комментариях. А лучше, если вы хотите прийти это сделать, пишите в комментариях. Будем знакомиться. Вот там вот спрятаны пылесосы моющие. Вот, для того, чтобы было чисто. А почему у меня квадратный унитаз? У меня квадратный унитаз. Oh, yeah. Добро пожаловать в мою спальню. Это моя четырехспальная кровать. Чтобы вы понимали ее размер. Я могу лечь просто поперек и вот так вот на ней спать. Я метр восемьдесят один. И здесь могу лечь еще параллельно кто-то. Вот, это моя спальня. Обожаю это место. Кайфую. Когда стоюсь в городе, то... Нормально, что я когда стоюсь в городе? Просто у меня еще дом в конце заспи. Здесь у меня планировалось место для чтения, но я так и не купила вот эту вот крутую лампу, знаешь, такая, которая... Ну, типа, ты лежишь и читаешь. Хотя кресло очень клевое. Сейчас попробуешь. Ой, спасибо. Боже, хорошо. Это я первый раз села в это кресло. Светильники это все итальянское. Сколько тебе ремонта пошел? Выключи звук. О, это какие-то игрушки мне дарили какие-то ухажеры. Украшенная шиншилла, это настоящая шиншилла. Потрогай. Ну, то есть они прямо из натурального меха. Я здесь их обнимаю, у меня 20 минут в день терапия. Что это за звездный огонь? Это LED маска. Ты что, маска молодости просто. Вот я могу менять цвет в зависимости от того, какой результат я хочу. Красный это молодость и обновление клеток, выделение коллагена, регенерация. Вот, синий, это если у меня какие-то воспалительные процессы, он успокаивает. Я еще купила, знаешь, думаю, если у малого начнется, у сына старшего начнется, подростковое. Вот как раз ему. И оранжевый свет, он снимает пигментные пятна и заметно осветляет кожу. Ничего себе. Скажи. Сказка стоит. Такая вот. Вот это я купила за 2200 грн. О! О, муха! Телевизор повесила, я его еще ни разу не включала. То есть пульты лежат, но руки не доходили. Теперь я здесь буду смотреть ютубчик и читать ваши комментарии. И потом не спать и плакать в подушку. Ну что, гостиная, комната. Начну со своей гордости и большой, огромной любви. Это мой стол. Я вот тут присаживаюсь и ем. Вот тут вот я сажусь. Иногда я общаюсь со своей картиной, с этой прекрасной девушкой. Я была у своей подруги на аукционе. Я не знаю, почему эта барышня не продавалась. И я, в общем, купила ее практически по стартовой цене. Желающих забрать это довольное лицо домой не было. Когда я жила в Нью-Йорке, с первого года я жила в квартире, которая выходила окнами на статую свободы. Конечно, это меня... Но этот вид давал мне энергию. И когда я выбирала себе квартиру в Киеве, безусловно, в проекте было показано, что то, что я буду видеть из окна, будет мне напоминать Нью-Йорк. Поэтому я приглашаю вас посмотреть в мое окно. Замшевая стена – это не странно. Замшевая стена – это стильно. Ты знаешь, что самые редкие сумки – это замшевая Келли и Биркин. Да. И вот я, мечтая о замшевой Келли и Биркин, сделаю себе замшевую стену. Они, правда, иногда периодически отваливаются, эти панели. Ребята их плохо проклеили. Ребята, вы их плохо проклеили, они отваливаются. Поэтому периодически я беру клей-момент и проклеиваю вот эти вот... Ой, не буду стучать, а то отвалится. Я никогда их не чистила. Вот, поинтересуюсь этим вопросом. Ну что же, мы стираем. Я здесь еще не стирала шторы. Уже пора, да, наверное? Мне не нравится. Привет, Ниша. Здесь мои запасы косметики, которые мне нужно тестировать. Поскольку я еще и бьюти-блогер, мне приходится тестировать очень много косметики, которые мне присылают на тест. И у меня здесь прям вот, видите, прям просто горы одинаковых на вид каких-то коробочек. Но они все не одинаковые, они все разные. И мне нужно из этого всего определить, какие продукты все-таки самые интересные. А хотите, я что-то из этого разыграю? Подписывайтесь на мой канал и в следующей серии мы устроим какой-нибудь клевый розыгрыш косметики. Оу, яаа. Мой мини-спортзал. Здесь минимум оборудования, которое необходимо для эффективных домашних тренировок. Вот это уже моя тема. Я здесь чувствую себя суперкомфортно. Вам нужен коврик. Фомроллер – это вытягивать спину и заниматься пилатесом. У меня есть на моем телеграм-канале, который посвящен спорту. Очень много интересных занятий вот именно с этой штукой. Утяжелители, скакалка. Да, на скакалке можно классно прыгать дома. Кубики для йоги. А, слушай, могли же нормально вести вообще просто этот рум-тур. Здравствуйте, меня зовут Наталья Гоцый. Сегодня я вам проведу рум-тур в своей квартире. Здесь вы можете увидеть китайское исследование в обложке. Это я кому-то давала почитать. Господи, инструкция по использованию New Face. Книга «Антирак. Как победить рак». Доктор, который написал эту книгу, скончался от рака. Поэтому я не знаю, о чем уверить. Здесь у меня немножечко классики, немножечко пропитания, зож. И мы можем переходить на кухню, выдохнуть, выпить чашечку мачо. О, кстати, а спроси, почему у меня вот тут двери? И вот тут двери. Кстати, почему у тебя тут двери? А я не знаю. Идеальная кухня идеального человека, на который ничего кроме салата не готовится. Моя гордость – это моя идеально чистая духовка, потому что я еще ни разу не включала ее. Ты умеешь готовить? Ты жалуешься, что мужика нет? Наверное, сама готовить не будет. Слушай, на самом деле у меня сейчас просто нет повода готовить. В целом я понимаю, что я яичницу пожарю. Какой твой коронный дизайн? Брускет с авокадо. Мне просто нужен зожник. Зожник в меру. Телефон 067. Блин, я ж говорю, не умею готовить. Капец. Пока добработница не придет, тут надо конус поставить, чтобы люди обходили. Или как в полицейском этом участке лентой оградить. Не-не, я сейчас поубираю. Сейчас вы видите меня в деле, как я умею убирать. Вообще идеально, как будто бы здесь ничего и не было. А у тебя домашнее животное? Ну, дети просят, но в этой квартире точно не будет. А мужика ты можешь привезти в эту квартиру? Я имею в виду не просто в квартире, я имею в виду, не знаю, полюбила ты Лешу, например. А Леша без квартирки. Лешка пусть живет. Аташ, ну так классно с тобой было. Спасибо. Правда, в гардеробное место нифига нет, но ладно, пусть живет. Хороший. Это заслуживает отдельной серии. Здесь я вам покажу всю свою коллекцию сумок, обуви, рубашек, расскажу историю, что, откуда, где, как оно сюда попало. В общем, до этого здесь была детская комната, и, конечно, когда я уже переделала ремонт, я поняла, что мне нужно отдельное пространство, где бы я могла собрать все свои вещи, вот, и все свои худи и джинсы. Это была моя мечта, я хотела вот такое зеркало. Снимайте быстрее, а то я стою. Все, все, все. Я шучу. Это классный фотик, он снимает винтажный, он на пленку. Давай, Мартиш, улыбайся. Отлично. Там стоять, я тоже сфоткаю. Есть. Ну что, вы теперь знаете, как выглядит мой дом. В следующей серии, как я обещала, я вам расскажу подробнее о своем гардеробе. Самое дорогое, что у меня есть, после детей, конечно, Hermes, Hermes, Hermes. Серьезно? Тысяча долларов за толстовку? Назовем их гормональный сбой. Десять тысяч долларов, восемьдесят долларов. Ветемент по-нашему. Они стоили 30 гривен на лесном. Мужик здесь не живет. Оу, я.